Братья и сестры, свою проповедь я назвал «Большие мелочи». Мы с вами прочитаем 32-й Псалом, 13-го текста. «С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». И здесь возникает вопрос, обращает ли Господь внимание на мелочи в нашей жизни? Или Ему достаточно общей картины, как мы живем? Праведный мы или грешный? Во всех переводах написано, что Господь обращает внимание, вот этот текст, если посмотреть, на все наши дела. Он вникает во все, что связано с нами. Несомненно, Бог видит картину нашей жизни в более лучшем разрешении, чем мы можем себе представить. Он знает все детали. Евангелие от Луки, 12-й глава, 6-го текста. «Не пять ли малых птиц продаются за два сария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц». Друзья, Господь знает все. Это не вид какой-то с беспилотника, знаете, с неба. Издалека Бог рядом, Он знает все. Петр после вопроса Иисуса, любишь ли меня, вы помните, да? Он сказал ему, Господи, Ты все знаешь. Господь знал и про отречение Петра, вперед знал. Знал и о том, что Петр покается, и о том, что Петр после умрет за него, и теперь об этом и Петр узнал. А мы с вами знаем о том, что Господь знает все. Вся наша жизнь физическая и духовная складывается из множества небольших мыслей, слов, поступков, каких-то деталей нашей жизни, к которым мы часто в своей жизни относимся с пренебрежением. А ведь именно эти, так называемые мелочи нашей жизни, они влияют на наше духовное и физическое состояние и определяют наш ежедневный выбор и направляют течение нашей жизни. Именно мелочи. Один торговец получил на ярмарке хорошую выручку. Все товары были распроданы. Денежный мешок был до отказа забит золотом и серебром. Он быстро собрался в путь, чтобы до ночи поспеть домой. Он привязал этот мешок к седлу своей лошади с деньгами и поскакал домой. В полдень он остановился в одной гостинице, чтобы пообедать, покормить лошадь. И когда он захотел отправиться дальше, слуга подвел к нему лошадь и сказал, господин, на левой задней подкове нет одного гвоздя. Ничего страшного, сказал купец, мне осталось не так много ехать, ничего страшного не произойдет, подкову выдержит, я тороплюсь. Когда он сделал следующую остановку, покормить коня, отдохнуть, слуга сказал ему, господин, на левой задней ноге у лошади нет одной подковы. Может быть нужно отвезти ее в кузнецу, чтобы подковать ее по новой. Оставь, пусть будет так, сказал купец. Нам осталось совсем немного, я думаю, что лошадь выдержит. Я тороплюсь. Он поскакал дальше, но скоро лошадь начала хромать. Потом она начала спотыкаться, а через некоторое время упала и сломала ногу. Ему пришлось оставить этого коня, взвалить на себя этот тяжелый мешок и пешком отправиться домой. Он пришел домой глубокой ночью. Он говорил так, что во всем несчастье, говорил он, виноват один несчастный гвоздь. Друзья, ну на самом деле гвоздь мог быть виноват? Виноват был этот глупый купец, да, который заранее не заботился о том, чтобы исправить вот эту мелочь. Есть такая хорошая английская поговорка. Жизнь цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения. Давайте с вами посмотрим на книгу Судей, 12 глава, с 5 текста. И перехватили голодитяне переправу через Иордан от Ефремлян. И когда кто из уцелевших Ефремлян говорил, позвольте мне переправиться, то жители голодские говорили ему, не Ефремлян и ты? Он говорил, нет. Они говорили ему, скажи, шиббалет. А он говорил, сиббалет. И не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, закололи и переправили через Иордан. И пало в тот день из Ефремлян 42 тысячи. Друзья, от произношения одной буквы зависела жизнь человека. Мелочь. 42 тысячи, по-другому. Друзья, сегодня похожие вещи тоже происходят. Из одной буквы. Происходят. В 1997 году двое швейцарцев хотели облететь весь мир на воздушном шаре. Шарбер оснащен новейшими доступными технологиями. И когда только они взлетели, сразу случилась беда. Внутри своей герметичной кабины они стали замечать, ну, стали ощущать, да, обнаруживать, учить утечку керосина. Ну, вот шли минуты, запах только усилился. Они сделали все возможное, попытались как-то отремонтировать. Но у них ничего не получалось. Им нужно было произвести срочную эвакуацию. И они сбросили этот шар в Средиземное море. После осмотра обломков этого воздушного шара выяснилось, что их полет стоимостью полтора миллиона долларов был сорван из-за простого маленького хомутика, который стоил всего один доллар. Мелочь. Для кого-то мелочь опоздать на собрание. Для кого-то мелочь пропустить вечерю. Для кого-то мелочь пожертвовать двадцатину вместо десятины. Не приводить своих детей на детские собрания. Мелочь осуждать других. Мелочь проводить часы на своем телефоне. Мелочь во время собрания проводить время на парковке или в коридоре где-то. Жить для себя, это ведь тоже мелочь. Но эти мелочи подобны зерну горчичному, друзья, которые потом вырастают в дерево. И это дерево начинает приносить горькие плоды. Также из-за маленьких грехов происходят большие падения. Грех никогда не остается маленьким. Как сорняк он растет, распространяется и умножается, он производит потомство других грехов. Как Писание говорит, малая закваска заквашивает все тесто. Первая причина, по которой маленький грех становится большим или может стать большим, это считать грех свой мизерным, ничтожным и неважным. Иногда человек оправдывает себя тем, что все так делают. И это не заслуживает внимания. Это мелочь. Все делают так. А тот, кто внимательно относится к своей духовной жизни, серьезно оценивает свое согрешение, считает большим даже самый маленький грех. Тот заботится о своей душе. Хочу процитировать одного автора. Праведный смотрит на свои грехи, словно сидящий под горой, который боится того, что она на него упадет. Вот праведный смотрит на грех, да? Это такая здоровая гора, вот она меня может раздавить. А нечестивый смотрит на свой грех, так как на муху, которая прилетает перед его носом. Не ставит ни во что. Друзья, важно наше отношение ко греху. Известна история смертельной болезни одной известной певицы и актрисы. Ей не было даже из 40 лет. Началось все с малого. Она повредила, натерла палец туфлей. Натерла палец. Ранку не залечила, сидела дома, лечилась сама, обезболивала как-то. Не хотела обращаться к врачам. Начался процесс заражения. Врачи предложили ей ампутировать палец. Она не согласилась. Слечите. Через некоторое время нужно было ампутировать стопу. Она не согласилась. Ампутация без разрешения не производится. Но когда ее уже с большой проблемой госпитализировали и привезли в госпиталь, ей нужно было ампутировать ногу. И это сделали. Она уже была в безсознательном состоянии. Но было поздно. Началась гангрена, и она умерла на операции. Маленькая болячка стала причиной смерти? Нет, друзья. Не болячка. Ее отношение к этой маленькой болячке. Нужно нам быть очень внимательными к мелочам. Точными. Предупреждение Писания надо исполнять в точности. Давайте прочитаем слова, которые Господь сказал Иисусу, сыну Навину, по смерти Моисея. Сам Господь сказал. Да не отходится я книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. В точности исполнить. Исполнить в мелочах. Друзья, никогда нельзя считать свой грех маленьким и ничтожным, незаметным. Нужно спешить избавляться даже от самого маленького греха. Вторая причина. Друзья, вторая причина, почему малый грех может стать большим. Это постоянство в грехе. Малый грех не остается малым, когда человек делает его постоянно. Грехи, какими бы они маленькими ни были при постоянном совершении, могут оказать такое воздействие, которое приведет нас к большому поражению и в конечном итоге к гибели. Неоднократно совершенный грех переходит в греховный навык, потом в похоть, потом это становится страстью. А страсть, она искажает естественные потребности человека в отдыхе, в питании, в общении и других областях, побуждая человека постоянно искать какого-то порученного удовольствия. Искоренить страсть намного сложнее, и избавиться от нее бывает труднее, чем от какого-то редко совершаемого греха. Повторение одного и того же греха приводит и к другим грехам, может привести к появлению других грехов. Друзья, более того, малый грех, который делает человек постоянно, часто превосходит большой грех. Вот вы представьте, да, если взять, например, и вот на камень начинает капать, капать вода в одно и то же место. Что происходит? Происходит повреждение, ямка образуется, да? Ямка образуется. Происходит повреждение духовного человека от постоянно маленького греха. А если вы возьмете ведро и вылейте на камень, что будет? Да ничего не будет. Я не говорю о том, друзья, что большие грехи не приводят к большим проблемам. Нет. Я говорю о том, что маленькие проблемы, маленькие грехи приводят к большим проблемам. Это приводит к повреждению духовного человека. И наоборот, друзья, постоянство в добром деле, в учении, в добрых делах помогут нам спастись и правильно духовно развиваться. Вот написано в Деянии Апостолов. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. И написано, и Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Постоянство в учении, постоянство в добрых делах приближает людей к Богу. Или вот написано в первом послании Тимофея, 4 глава. Вникая в себя и в учении, занимайся с ним. Постоянно. И что дальше? «Поступая так, и себя спасешь, и слушающих тебя». Постоянством в добром деле спасешь себя. Третья причина, друзья, по которой малый грех может стать большим. Третья причина – это гордость за греховные поступки, радость от греховных дел. Выставление своих грехов на показ. Прилюдное совершение грехов. Рассказы людям о своих греховных деяниях. Открытое совершение греха, друзья, может стать побудительной причиной, чтобы другие люди, смотря на тебя, совершали этот самый грех. Апостол Иуда пишет про таких людей. Иуда 1 глава 13 текст. «Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, выносящими грязь на поверхность». Пена всегда на поверхности. «Звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки». Друзья, к сожалению, в последнее время можно встретить людей, которые гордятся ховными деяниями. Хвастающиеся своими поступками, которые рекламируют грех. К примеру, кто-то может хвастаться, что он обошел налоги, какую-то сомнительную сделку провернул. Где-то огреб побольше денег, да? Кого-то обманул, кого-то поставил на место. Указал кому-то на какие-то чужие проступки. Вывел на свет чьи-то неправильные дела. Гордиться греховными проступками, друзья, это большая беда. Вы помните Авесолома? «И вставал Авесолом рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авесолом призывал его к себе и спрашивал, из какого города ты? И когда тот отвечал, из такого-то колена Израилева, раб твой, тогда говорил ему Авесолом, вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. И говорил Авесолом, ой, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. Авесолом, не стыдясь, унижает своего отца царя и выпячивает себя, выставляет себя на первое место. Вот эта пена поднялась, да, друзья? И грех растет. И мы знаем, до чего дошел этот человек, друзья. Мы знаем, до чего дошел. Открытого остал против отца. Войной пошел. Вот это рост греха в жизни человека, в его собственных глазах. Друзья, мы читаем в Священном Писании, что напротив, смирение человека поможет ему в освобождении от больших и малых грехов. Бог гордо противится, а смиренным? Смиренным дает благо. Благо дает. Дает благодать. А вот еще текст Писания, Якова 4,9. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смеитесь пред Господом, и вознесет вас, поднимет вас. Вознесет, в смысле, поднимет вас. Даже если вы упали, не вознесет, не посадит вас куда-то на высокое место, а поднимет вас. Четвертая причина, по которой малый грех может стать большим, это скрытость греха от глаз других людей и кажущаяся безнаказанность греха. Екклесиаст, книга 8, глава 11, текст. Не скоро свершается суд над худыми делами, оттого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Друзья, никто бы из нас не хотел, чтобы наши грехи, тайные в том числе какие-то, или греховные поступки, или проступки, видели другие люди. Никто бы, наверное, не согласился. Или видели последствия этих грехов. Ефесиан 5, глава 12, текст. Ибо о том, что они делают, тайно стыдно и говорить. Скрытость и безнаказанность греха способствует его росту в жизни человека, и росту греховной жизни самой. Вы помните Гиезе, друзья? Гиезе. Он тайно догнал Неймана. Никто не знает, ушел, да? Догнал Неймана и выпросил для себя два таланта серебра и две перемены одежды. Друзья, вот этот маленький скрытый грех, какие имел последствия? Смотрите. Пусть же проказы Нейманова. А помните, что там была за проказа? Нейман говорил, то место. Одно место какое-то там было у него, прокаженное. Пусть же проказы Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек. Болячка размножилась когда? Не только Неймана поразила. Она поразила все его потомство. Смотрите. И вышел он от него белый от проказа, как снег. Это маленькое место перешло на всего человека. Выросло. И перешло на все его потомство. Маленький грех принес большие-большие проблемы. Напротив, друзья, открытое исповедание греха, открытие греха освобождает совесть человека и развивает в нем страх Божий, избавляет от вины греха. 31 Псалом, 5 текст. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего, пишет Давид. «Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Пятая причина, друзья, по которой малый грех может стать большим – это совершение греха людьми, которые учат других людей. Это относится ко всем родителям, к руководителям разных уровней, служителям церкви, к людям, за которыми следуют другие люди, которых слушают другие люди. Иван Лилуки, 12 глава, 48 текст. «И от всякого, кому много дано, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут». Нужно всегда помнить об ответственности, которая лежит на родителях, на служителях, на учителях, в том числе на учителях воскресной школы. Друзья, профессия учителя входит в десятку самых сложных, самых сложных профессий. Она ответственнее профессии сапера. Если вы посмотрите вот этот перечень профессий, то она стоит впереди профессии сапера, того, кто работает со взрывчатыми веществами. Она обходит по сложности работу пожарного, высотника и человека, который работает с высоким напряжением. Я хочу привести цитату Дмитрия Менделеева. Это русский ученый, химик, физик, педагог. Вы все знаете периодическую систему Менделеева, химических элементов. Смотрите, что он сказал. «Школа – это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения. Надо крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее». Друзья, почему ответственна эта работа? Потому что учитель ответственный за будущее. За будущее. Ошибки и грехи учителей влияют на будущее. Поэтому апостол Иаков пишет, «Братья мои, немногие делайте с учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Маленькие грехи, друзья, они имеют огромные последствия. Огромные последствия. Например, грех, она не соперник. Но на первый взгляд нам кажется не таким уж серьезным, да? Ну, с нашей стороны совсем, может быть, недостойным был бы смерти. Но все-таки принесли что-то, да? Это уже хорошо. Их жертва не была искренней. Но на самом деле этот маленький коварный грех вырос и занял все их сердце. И у них было желание и прикрыть его, и спрятать в своей жизни. Не исповедовать, не открыть, а спрятать его. А, друзья, Самсон, посмотрите, отважный воин, который бесстрашно уничтожал сотни филистимлян, пал от руки слабой женщины, которая держала в руках ножницы. Мелочь. Две женщины пришли к служителю. Одна считала себя великой грешницей, она в молодости сделала большой грех и непрестанно мучилась. А другая всю жизнь прожила по закону. И ни в каком особенном грехе она себя не упрекала, она была довольна своей жизнью. И одна считала себя большой грешницей и не ожидала за этот грех прощения. Другая же сказала, что не знает особенно за собой никаких грехов. Ну, служитель сказал первый, ты пойди за ограду, и найди большой камень, какой сможешь только поднять, и принеси его сюда. А другой сказал, а ты пойди и набери маленьких камней, сколько сможешь. Через некоторое время они вернулись, одна принесла большой камень, а другая полный мешок маленьких камней. Служитель посмотрел на камни и сказал, теперь несите их назад и положите там, где вы их взяли. Ну, первая легко нашла место, где она взяла свой камень и положила его на то же самое место. А вторая никак не могла вспомнить, где какой она взяла. Она вернулась назад с этим мешком. Так же бывает и с грехами, сказал служитель. Тот, кто помнит свой грех, несет укор из совести, смиряется, кается и потому освобождается от последствий своего греха. А тот, кто грешит мелкими грехами, не помнит их, не кается в них, привыкает к жизни в грехах и становится бесчувственным. Опасен самый малый грех. Таковой, мы считаем, грех, который имеет характер какого-то повседневного явления. Это и пустословие, осуждение, праздное времяпровождение, рассеянность на молитве, какой-то нечистый взгляд. Маленькие грехи, они весьма опасны для духовной жизни человека, поскольку весьма распространены. И малые грехи, они первоначально не замечаются, постепенно могут расти, завладеть человеком и расстроить всю его духовную жизнь. И в конечном итоге погубить. Малая пылинка, если попадет в глаз, может стать причиной того, что человек ослепнет. И грехи тоже кажутся маленькими, но они могут обезобразить жизнь человека и полностью ее разрушить. Мы знаем, Александр Македонский завоевал половину мира, но одной из версий его смерти является, или считается, что он умер от укуса малярийного комара, ну, комарика маленького, при прохождении болота недалеко от Вавилона, не удар меча или копья в бою, а маленький комарик, вот такая мелочь, стал причиной смерти отважного полководца. Книга «Песни песней», 2 глава, 15 текст. «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете». А пророк Исаий говорит, «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев». В Новом Завете виноградник – это прообраз церкви. Виноградники в цвету, друзья. Цветы – это то, что предшествует плодам. Верующие сравниваются с виноградными ветвями, растением полезным, но очень легко уязвимым. Ну, мы знаем, лиса, она очень приятная снаружи, красивая. Она отлично бегает, прекрасно запутывает следы. Ее нелегко поймать, она хитрый охотник, она очень наблюдательна, у нее отличная память, тонкое обаяние и слух. Но если вы поймали лису, тщательно вымойте руки и одежду. Лиса является носителем бешенства. Даже если она вас не укусила, надо тщательно вымыться. А человек, который бывает укушен, он нуждается в срочной госпитализации, даже если нет никаких симптомов. Лисицы большие, хорошо видно, друзья. А лиси синята. Они вползают незаметно, и несмотря на то, что они малы, они приносят большой ущерб. Они портят виноградник. Когда они в цвете. И цвет этот необходимо сберечь, иначе урожай пропадет. И поручение ловить лисицы и лисенят касается каждого верующего. Это умершвлять настроение греховное. Греховные помыслы, вожделение страсти, маленькие грехи, которые подобно лисенятам портят добрые побуждения, хорошие впечатления. Друзья, лисенята – это такая мелочь. Но именно их нужно ловить, эти первые позывы греха. Ведь именно те грехи, что кажутся малыми, часто оказываются самыми опасными и ведут к гибели духовного человека. Иисус сравнивал Ирода с лисой. Вы помните, да? Ирод был царем, друзья, который игнорировал Бога в своей жизни. Пойдите, скажите этой лисице, сей, сгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день закончу. Сегодня многие являются господами в своей жизни и царями. Они игнорируют Бога. Ловить лисенят также означает исправлять понятие вот это – хозяина жизни. Вот это лисье понятие – я хозяин жизни. Это понятие нужно исправлять. Мы больше не хозяева нашей жизни. Наши жизни принадлежат Иисусу. Давайте посмотрим на иудейского царя Асу. Вторая книга про Липоменон, 15 глава, 17 текста. Хотя высоты не были отменены у Израиля, но сердце Асы было вполне предано Господу во все дни его. Высоты, друзья, это места или возвышенности на холмах, где происходили поклонения и приносения жертв идолам. В Писании мы читаем, что Аса, в общем-то, был неплохим царем. Неплохой царь. В общем, в главном он поступал верно, но не во всем. В Писании мы читаем, что этот царь однажды был в сильно затруднительном положении. Пришли эфиопляне напали, он возвал за помощью Господу, и Господь даровал победу. А когда опять случилась похожая ситуация, и после против него, вы помните, вышел израильский царь, то он взял серебро и золото из сокровищницы дома Господня, из дома царского, и послал царю сирийскому, ища себе союзника, и не обратился за помощью Господу. И к нему пришел прозорливец Анания и сказал ему, «Ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа, ибо очи Господни обозревают землю, чтобы поддерживать тех, чьи сердца вполне преданы ему, да мелочи преданных Богу! Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны!» И еще один случай в жизни у него был такой опасный. «Сделался Аса болен ногами на 1939 году царственнее своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела, но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей». Взыскал не Господа, а врачей. Мелочи в настоящем, друзья, ведут к большим проблемам в будущем. А проблема, как я думаю, друзья, это была неотмененные высоты. Высоты не были отменены. Наверное, у каждого из нас есть свои высоты. Свои высоты. И иногда нам кажется, что это мелочи, друзья, а мы знаем, что мелочи в жизни христианина не бывает. Иоанн Креститель, проповедуя, говорил, «Глаз вопиющего в пустыне приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стезь ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и взлет всякое плоть спасения Божия». Друзья, нужно отменять высоты. Нужно понижать наши с вами высоты. И Господь понижает эти высоты до нашего блага, хотя это бывает для нас и болезненно. Вы, вероятно, знакомы с таким явлением, как торнадо. Торнадо – это такое экстремальное погодное явление, которое привозит к большим серьезным катастрофам, с большим ущербом для людей и большим экономическим потерям. А начинается это торнадо с маленького ветерка. С маленького ветерка. Когда начинается торнадо, небо закрывается тучами, в центре образуется очень низкое давление, вследствие чего он закручивает и засасывает в себя все, что встречается на пути. Может поднять воду, почву, какие-то строения, отдельные предметы, постройки. И иногда переносит все это на довольно значимые расстояния. Один человек так сказал. «Беда всего мира происходит из мелочи, как великое дело из малых». Друзья, есть люди, которые похожи на торнадо. Начиная с мелочей, они закручивают по спирали и втягивают, как в воронку, все только для себя. И начавшись с малого, может с одного слова, с обиды, с недовольства, с какой-то мелочи, все это может перерасти в бурю, полностью разрушив отношения. И после общения с такими людьми остаются разрушенные надежды, неприятные впечатления, осадок. Мы же призваны жить тихо, друзья, нести свет и мир. И многие проблемы в нашей жизни тоже начинаются с мелочей. Раскручиваются до больших бед впоследствии. И в заключение давайте вспомним притчу о талантах. Господин поручил своим рабам имение свое. Одному он дал пять талантов, другому два, и третьему один. И по возвращении господин требует отчета у этих рабов. Матфея, 25 глава, 21 текст. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, одногим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Мы знаем, что получивший два таланта принес четыре, а тот, кто получил один талант, вернул тот, который получил. Писание говорит, что все получили мало. Который принес пять, ему сказано было, в малом ты был верен. Он получил мало, все получили мало, и те, кто получил пять, и два, и один. Но в малом не все оказались верными, не все употребили в дело то, что они получили от господина. В Иоанне Леониде 16 главе написано Верный в малом и во многом верен А неверный в малом, неверен и во многом Друзья, Господь обращает внимание на все дела нашей жизни Он обращает внимание на все мелочи нашей жизни Он хочет, чтобы мы были верными в малом В мелочах Чтобы мы употребили в дело то, что Он нам дал Итальянский скульптор Микеланджело сказал замечательную фразу Внимание к мелочам рождает совершенство А вот совершенство уже не мелочь Что мы приобрели на то малость, что нам Господь дал Да даст нам Господь свою милость, чтобы нам быть внимательным к мелочам Чтобы не оставлять без внимания даже самый малый грех Ловить лисиц и лисенят, которые портят виноградник нашей души Чтобы мы могли приносить Богу добрые плоды Да благословит Господь нас на этот святой труд Аминь